кто такой глупец глупец это человек который считает что проблема не у меня а у него вот это глупец потому что есть три типа людей одни люди никогда не победят судьбу те люди которые считают что у меня нет проблем а у него который меня мучает есть проблемы допустим я муж пьяница там жена гуляет она меня постоянно мучает ругает и это она виновата в моих проблемах это муж виноват он пьяница поэтому он виноват в моих проблемах и поэтому я несчастная моя жизнь несчастна вот когда человек так думает он никогда не сможет победить судьбу он всегда будет страдать второй тип людей это люди которые в принципе предполагают что виноват я сам они знают что закон кармы изучают это они знают что я сам виноват но когда наступает проблема они об этом забывают и ведут себя как будто оба они об этом не знают то есть они ругаются с теми кто их мучает пытаются доказать свое и так далее но потом когда все прошло они вдруг обнаруживают что они вели себя неправильно и раскачиваются эти люди они не дают запускать свою судьбу но также и не могут и улучшить они как где-то посерединке находится первый умный был дитина средний был и так и сяк третьего все был дурак вот и кто такой умный дитина умный это тот кто когда видит что влияние судьбы идет и хочется наказать близкого человека или кого-то еще думать плохо он садится начинает молитву и побеждает это чувство в своем сердце сначала а потом дальше идет определенные следующие этапы победы вот как вы думаете если карма сильно действует можно очень быстро изменить поведение своего близкого человека ну чтоб он бросил пить за 5 секунд или чтобы он не бил не гулял не пил не бил не гулял зарплату приносим чтобы не пил не курил и цветы всегда дарил то что маму называл был спиртной муром натушен и в беседе был не скушен быстро нет иногда быстро а иногда нет если быстро то об этом даже не интересно думать это не имеет значения посмотрите интересно знать что карма просто дружбы мы дружим там она имеет легкую природу сегодня один друг завтра другой карма работы деятельности человека средней тяжести а карма близких отношений самое тяжелое это означает что исправлять друзей легко что-то менять ситуацию со своей деятельностью с работой намного тяжелее на целый уровень на порядок тяжелее и менять ситуацию с личной жизнью практически невозможно очень тяжелее это годы работы над собой всегда годы то есть что-то поменять личной жизни это годы работы над собой но это тоже возможно видите есть разная степень силы кармы влияния на судьбу больше всего человек отрабатывает свою судьбу с помощью личной жизни если допустим взять людей которые занимаются работой над собой смотрите интересно человек приходит в группу где он собирается там допустим в клуб благости он приходит сейчас в клуб благости обсуждает лекции доктор треснул и там в клубе благости улыбаются друг другу прощают просят прощения потом те же самые люди которые ходят в клуб благости приходят на работу уже не так сильно улыбаются там уже они обижаются огорчаются им не хочется работать хочется всех поубеваем чуть-чуть но когда они приходят домой из клуба благости там варежка открывается конкретно уже клуб благости до свидания но не обязательно все так конечно некоторые которые способны поменять свои личные отношения способны поменять работу отношения работе с друзьями все это они могут делать это уже почти святые люди святой человек это не тот который не имеет грехов это тоже святость но очень высокого уровня на самом деле тот человек который просто способен не реагировать или побеждать то что происходит в своей жизни с помощью молитвы он уже очень сильно продвинулся по пути работы над собой сама идея что я просто могу простить близкого человека личной жизни это уже очень высокий уровень некоторые говорят а я не могу прощать скорее всего не судьба моя виновата просто скотина мне достался это означает очень тяжелое как бы возможности мало очень внутренне побеждать судьбу личной жизни некоторые люди думают ну раз у меня возможности маленькие вот с этим человеком побеждать мне надо поменять его и тогда будет легче но мы же говорили о том что эта сила идет изнутри причем интересным образом она действует эта сила очень интересно вот смотрите что такое влюбленность влюбленность это и как раз вот эта гармония двух карм женская карма знак минус мужская карма знак плюс это не означает что там лучшее что-то хуже просто разные знаки поэтому если женщина влюбилась и нравится а он мне нравится 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 и вот что я хочу сказать тебе этот ответ парам-пам-пам хорошо садитесь пожалуйста и очень рады меня видеть но сегодня тяжелая тема и неизвестно в буйке рады меня видеть в конце версии что я буду серьезным вещи обсуждать итак на чем остановились а парам-пам-пам в общем нравится да он мне нравится но это значит только одно что карма очень сильно включилась чем сильнее вот эта влюбленность тем сильнее включается карма в жизни и это значит что будет то же самое обычно сначала люди чувствуют наслаждение в отношениях потом отношения становятся тяжелее потом отношения становятся невыносимыми и если они начинают делать вот это предварительное действие о котором я в начале лекции говорил вот эта молитва работа над собой тогда они могут сохранить семью и победить свою карму а потом если они разводятся повторяется все снова сначала влюбляемся испытываем счастье потом дальше напряжение в жизни потом трудности и потом расстаемся и этот период сокращается потому что по судьбе каждый новый человек он будет хуже чем предыдущий почему потому что близкого человека мы вкладываем очень много благочестия свои внутренние силы и поэтому этот человек сначала самый первый самый лучший потом похуже потом еще похуже и значит с ним жить уже поменьше 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 хотя влюбленность может нарастать чем тяжелее карма тем влюбленность может быть сильнее человек может так втрюкаться ну да не Валерий Геннадьевич не прав у нас все гораздо лучше тем в прошлый раз был но это только начало лета это только начало лета это только начало лета это только начало лета и нашей любви поэтому в древней культуре интереснее меньше делали которые нам и не снились что такое разум? разум это сила которая основывается не на чувственной деятельности, не на чувствах, а на знаниях в чем заключается знание? если человек из хорошей семьи, из порядочной значит скорее всего он порядочный если у человека астрологически хорошая совместимость с другим человеком значит скорее всего он будет, отношение будет более менее нормальным совместимость не на первом месте стоит на первом месте стоит благочестие человека и его нацельность если у человека допустим есть вера в Бога это значит он достаточно высокого разума потому что развитие разума определяется способностью человека понимать что есть высшие силы. Мы об этом чуть позже будем говорить. Итак, смотрите. Кто решает эти вещи? Решает старшим. Сейчас не всегда родителей можно назвать старшим. Но, допустим, если у человека есть старший, у девушки, допустим, есть старший, не тот, который глазки строит, а он как отец старший, она верит в Бога, у нее есть наставник. Наставник говорит, за этого человека не надо выходить замуж у тебя. Она говорит, ну я его люблю. Вчера ехал в Челябинске в машине, там шансон играл вроде. Там песенка про любовь была. Что-то типа... Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя люблю и хочу пнуть опять. Что-то такое. Наверное, у нас любовь. Что-то такая песенка. Наверное, это у нас любовь. И в древней культуре старшие находили, сначала находили хорошего человека, а потом спрашивали, как тебе он, нормально? Нет? Нет, это организм. Ну, нормально. Не то, что я сильно люблю. Нормально. Хороший человек. Все. Вам надо жениться. Карма говорит, а че это я буду жениться? Я же его не люблю. Но знание говорит, если старший говорит, подумай. Пообщайся с этим человеком. Может быть, есть смысл. И смотрите, отношения в благости всегда, как определить, что брак будет устойчивым, они развиваются таким образом. Люди просто видят, что они одинаковых взглядов. Им интересно общаться друг с другом. И постепенно они начинают друг другу доверять. Но у них нет сильного притяжения, которое срубает мозги. Это значит, что отношения будут постепенно развиваться, и сначала будут трудности в отношениях. А потом очень стабильная, счастливая жизнь. Когда неблагоприятно протекает с точки зрения судьбы, когда очень сильно втрюхался, и нет мозгов. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день, постречалась с колюшкой на своей колюшке. Ах, мамочка, зачем? Понимаете, когда постречалась с колюшкой, мама не нужна была. Потом, ах, мамочка, зачем? Понимаете? То есть это означает трудная судьба. Когда мозгов нет, мы влюбляемся, мозгов нет. Потом начинаем думать, уже когда что-то произошло. Это как ребеночек маленький, знаете? Маленький ребеночек. Какать хочешь. Вот. А уже обкакался, уже все. Думать поздно. Так человек часто в жизни. Мам сначала обкакался, потом, я никакой не буду. Ко мне после консультации мам подошла со своей дочкой. И дочка мне такая смотрит на меня и говорит, Олег Геннадьевич, я беременна. Я говорю, так это же классно, значит у вас будет ребенок. Она говорит, да я его не люблю. Я говорю, так зачем же ты с ним ложилась? Не знаю. Мама, для чего нужна? Как вы думаете? Она нужна для того, чтобы у ребенка был разум. Потому что разум это сила, которая контролируется только извне. Карма, это что такое? Это сила, которая разрушает самоконтроль. Человек входит в ситуацию, он не может уже себя контролировать. А что такое победа над судьбой? Это когда человек имеет старшего. И он приходит к старшему и говорит, у меня что-то в жизни происходит, а что я не понимаю. И старший говорит, стоять спокойно. Надо жить вот так, делать вот так. И человек делает правильно. Это называется разум. Разумное существование. Некоторые люди думают, что они сами могут быть старшими для себя и решать вопросы самостоятельно. Это полное безумие. Когда начинает действовать карма, самоконтроль заканчивается, мои хорошие. Когда я сидел у стоматолога, и мне должны были вырвать зуб, я согласился, чтобы его вырвали. Вчера это было. Я уже согласился. Но если бы мне его вырвали, сегодняшняя лекция была бы до свидания. До свидания. Я бы мог, конечно, прийти вот так. И помолчать. Но это была бы не лекция. Видите, у меня сейчас что-то есть, но не так заметно, да? Вообще не заметно. Ну, слава Богу. Но еще три часа назад здесь было нормальненько. Нормальненько. Итак, идея в чем заключается? В том заключается, что молитва, которую я совершил до этого события, дала мне возможность не дергать этот зуб и задать вопрос. А смогу ли я читать этот зуб? И мне сказали, конечно, нет. Я сказал, тогда я, конечно, его не буду дергать. И мне тогда сказали, я тогда, конечно, придется вырезать пол челюсти. Потому что гной уже пошел вот так вдоль нее. Меня даже облечили и сказали, ты врач или не врач вообще? Что ты говоришь? Давай дергать зуб, ставить дренаж, выводить гной. И в этот момент я вспомнил свою молитву. И увидел, что я смогу победить эту ситуацию. Это означает, что я должен читать лекцию. Я встал с кресла и пошел. А потом я сделал то, что мне сейчас помогло сделать вот это. У меня уже почти ничего не болит. За один день всего. Это означает победа, понимаете? Победа над судьбой происходит на тонком плане сначала. Это нужна сила внутренняя. И эта сила, в тот момент, когда я сидел в кресле, у меня ее не было. Но так как судьба уже действовала в правильном русле, она меня вытолкнула из кресла, понимаете? Или ты с помощью молитвы это делаешь, или это делают старшие. Потому что в этот момент я должен был спросить старшего, мне надо это так делать или не надо. Это как минимум, понимаете? Потому что решался вопрос в моей деятельности. Срывались как бы лекции. Это очень важно для меня. Итак, видите, идея в чем заключается? В том, что карма сначала действует на тонком плане. И обычно человеку уже дается знак заранее о том, что будет. Есть знаки. Но если человек находится в невежестве, то есть он живет в яном угаре, если он постоянно злится на всех, ненавидит кого-то, если он постоянно обманывает, ведет такую нечестную жизнь, изменяет там, допустим, и так далее, то в этом случае он не будет чувствовать эти знаки. Люди в невежестве не чувствуют знаки. Люди страсти иногда чувствуют, иногда нет. А люди благости всегда чувствуют знаки сухие. Это значит, что они удачливые. То такие люди в благости, это те, у которых разум сильно работает и правильно. Люди в страсти имеют разум, который работает только иногда правильно, а люди в невежестве не имеют достаточной силы разума. Хотя и считают себя крутыми. Интересно знать, что люди в невежестве считают себя крутыми и очень разумными. Люди в страсти сомневаются иногда в своем разуме. А люди в благости всегда, всегда считают, что им лучше посоветоваться. То есть они всегда считают, всегда сомневаются в своем разуме. Видите, интересно, как разумный человек всегда сомневается в своей разумности, и неразумный всегда не сомневается. Все наоборот. Итак, мы с вами дошли до третьего слоя озера Удма. Там происходят странные вещи. Сначала событие влияет туда, а потом на меня. Сначала происходит событие, а потом муж приходит и говорит, ты знаешь, у меня такая поездка была хорошая, интересная, в командировку. Но мне теперь другая жена. Понимаете, да? Это уже постфактум приходит. Но знаки были до того, как обязательно. Потому что событие на тонком плане происходит гораздо раньше, чем оно происходит на трубом. На тонком плане уже все происходит. Помните слово о полку Игореве? Коршуны там бьются, солнце закрылось, метель, пурга пошла, ветер, листья срывают. Это описываются тонкие знаки того, что будет поражение в сражении. И можно было бы принять решение просто отступить, не сражаться. Если человек понимает эти тонкие знаки, то он не будет наступать в сражение. По крайней мере, откинуть на следующий день. Потому что карма же меняется постоянно, она всегда движется, она никогда не стоит на месте. Сегодня плохой день, завтра будет лучше. Если сегодня очень хороший, завтра будет хуже. значит, все движется, судьба движется постоянно. Итак, мы дошли с вами до самой глубокой части, которую обычно мы не понимаем. Мы не верим в то, что кто-то находится под влиянием такой силы, которую я сам даже в себе не понимаю. Аликен Альбертина, аликен Альбертина, почему никак не могу выйти замуж? Я такая красивая. Посмотрите, какая красивая. Но я не могу выйти замуж. Я с мужчинами знакомлюсь, они меня замуж не берут. Что это такое? Вот это как раз вот эта сила. Человек находит закономерность. Он говорит, я не могу устроиться на работу. Я постоянно простужаюсь, постоянно болею. Тоже влияние такой судьбы. И когда человек по крайней мере определяет эту закономерность, это значит, что он разумен. Потому что некоторые люди считают, что это вообще случайность. Можно так в этой случайности всю жизнь прожить и замуж никогда не выйти. Почему? Потому что когда человек определяет, диагностировать проблему, он потом поймет количество усилий необходимых для того, чтобы ее победить. Понимаете? нужны усилия совершать дальше, чтобы эту судьбу победить. И усилия надо знать какие. Потому что если ты не знаешь какие, что ты будешь делать? Пустим, если товарищ прапорщику сказал, как бы, товарищ прапорщик, пожалуйста, остановите поезд. То поезд в той раз-два не поможет. Потому что это не батальон. Нужно дергать за одну штучку, да? Прапорщик это должен знать. То есть, усилие должно быть правильного направления совершаться. Следующий, мы вроде всю воду уже прошли, да? Следующая часть судьбы это песок. Песок озера ума. Вот этот песок или песчинки кармы находится прямо в области сердца. если брать допустим все тонкое тело ума, то оно окружает нас. То есть, оно находится вокруг. А самая середина человека находится вот здесь. Другие. И в этой самой середине, так же, как в самой глубине озера ума, находятся песчинки кармы или карма васана. Васана означает узелок или песчинка.